И всем привет, ребят, с вами MrBak, и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное сочетание и плюс дрон, который, как мне сказали, на сегодняшний момент времени находится в очень и очень хорошей мете. Я, честно говоря, этот дрон последний раз тестировал где-то пару-тройку, наверное, месяцев назад. И тогда он себе показал довольно-таки, довольно-таки интересно. Посмотрим, что же покажет этот дрон сейчас, насколько он актуален, насколько он хорошо работает, насколько в нем есть вообще смысл использования и насколько хороший результат за счет этого дрона можно показать в рамках матчмейкинга. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 млн кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только игровой аккаунтики, если у него личный такт и тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего сегодняшнего дрона, это будет дрон-механик. По вооружению я сегодня менять ничего абсолютно не буду. То есть я сыграю на том вооружении, на котором играл в последнее время все время и которое показывало себя суперски. Это Крусейдера, Страйкер с Гидрой. Да, только я в последнее время все время играл с этим сочетанием на дроне Гипперион. Сегодня же сыграем на механике и посмотрим, что у нас из этого всего дела получится. Да, насколько он будет вообще эффективен, насколько он будет хорошо работать. Кстати, напомню, что механик сейчас дает возможность как минимум прибавлять сразу полностью себе здоровье. Да, если ничего не поменялось, то именно так работает этот дрон сейчас. И плюс ко всему прочему еще с этим дроном есть возможность иметь дополнительную быструю аптечку. Да, единственное только у тебя кулдауны уже припасов есть. Да, если, например, сравнивать с тем же Гипперионом, то у тебя есть возможность прожатия всех припасов сразу. Здесь у тебя такой возможности нет. Но зато есть аптечка, которая захиливает сразу, моментально, вроде как фулл хп. Да, может быть я ошибаюсь, но сейчас посмотрим, если что, этот момент обработаем. Так, ну и аптечка, помимо того, что она работает очень хорошо на дополнительное хп, так еще и кулдаун у этой аптечки довольно-таки маленький. Да, то есть сколько там, секунд 12 вроде, если я не ошибаюсь, у нее есть кулдаун. Плюс, плюс, не забывайте, что за каждую аптечку, которую вы даете рядом со своими тиммейтами, вы еще и дополнительно получаете очки. То есть у вас есть возможность заработка еще и дополнительных очков, да, после того, как по вам наносят урон, вы просто юзаете аптечку рядом с тиммейтом и получаете за это дополнительные очки. Ну и плюс у меня еще в сочетании здесь используется спасатель на Крусейдер, соответственно, есть возможность еще дополнительной жизни, да, то есть у нас есть подсейв на подсейв на подсейв, да, то есть у меня есть тройной подсейв. Своя аптека, спасатель, плюс аптечка, механика, которая быстро кодешится, да, ну и плюс дополнительная возможность наносочки очень-очень хороших цифр. Так, да, 10 секунд у нас кулдаун получается механика, что в принципе выглядит очень-очень неплохо. Единственное только, я так понимаю, что я попался против группы, да, на плато против группы, но здесь будет, наверное, крайне сложно, плюс это, я так понимаю, что это киберкатлетки. Старые добрые киберкатлетики здесь играют, ну попробуем, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вот противный очень сильно Гаус есть против с Эмми снарядами, которые будут постоянно мне сводиться и сбивать припасы, но в моменте это даже работает в плюс, да. Хоть и аптечка, конечно, с кулдауна не выходит, но зато припас обновляется, учитывая тот факт, что я играю не на гиперионе, то в принципе этот один припас сразу же быстро мы можем восстановить. В нашем случае самый выгодный припас при прожатии сразу это, конечно же, это, конечно же, броня, ну и потом уже можно от этого всего дела отыгрывать. 7 киллов у меня уже в рамках этого боя, не сказать, что это, конечно, какие-то супер-мега жесткие цифры, но в принципе для старта боя я думаю, что неплохо. 7 киллов у нас есть, плюс 140 очков, пробуем на накидочку играть, играем больше уже в такой стиль полу-полу-ТДМки, я бы сказал, да, полу-ТДМочка у нас такая залетает, лаг сервера какой-то непонятный, ладно, вжатие ОУДишки делаем. Не совсем, конечно, шикарный ОУДИ, залетает у нас не совсем четко по оппоненту, так, ну и опять этот противный Гаусс, опять этот противный Гаусс, ну вот аптечку, которую дает механик, ну это прям очень жестко, это прям очень жестко, когда ты с аптеки получаешь постоянно полное ХП, ой-ой-ой, сейчас будет прожатие Викинга Овердрайва под эту всю тему, блин, а я Овердрайв-то свой потратил, я-то свою Оверку-то потратил, мы пробуем, пробуем накидать, нет, накидочки не будет здесь. Там мины есть, наши тиммейты пытаются как-то задефать все это дело против киберкатлет жестких, против пачки киберкатлеток, так, ну киберкатлеты врывают, пытаются через верх увозить у нас флаг, так, прожимаем аптечку, попытка от Возинга, урончик, 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 есть спасатель у меня, есть спасатель, добавочка, хорошо, тиммейты борьбу делают, делают борьбу, сейвим флаг, будем на турбосушке что ли играть здесь жесткий, можем в принципе сыграть турбосушечку, жесткую, да, и постараться ребяточек тут подефать все-таки против три кибера жестких, у меня вроде как группы здесь с тиммейтов нету, поэтому в принципе, ну, можно как бы и отработать, ой-ой-ой, подождите, подождите, наши тиммейты еще и увозят, наши тиммейты-то еще и увозят, астраховочку, 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 успею ли я ворвать? Нет, не успею, к сожалению, или успею? Подбор? Ага, понял, так, второй резист берут от меня, в принципе, я, наверное, дождусь, когда и третий возьмет рез, да, вынудить мне было бы неплохо его одеть третий резистик, и я могу, в принципе, уже одеваться под противника тогда, в таком случае мы можем сразу одеться под противника, и ни в чем себе не отказывать, да, вполне себе можно давать контента, а почему нет? Шарелла залетает от противника, так, хилим здесь аптечкой и себя, и тиммейта, и даже двух, наверное, тиммейтов я успел зацепить, так, ну и пока, если честно, та работа дрона, да, которая вообще, в принципе, реально, да, она работает неплохо, ну, если честно, она работает реально неплохо, единственное, единственное, что мне не нравится в этом всем деле, это то, что у меня нет возможности прожатия сразу всех припасов, попытка отвоза от противника, я ничего пока что сделать не могу, вот здесь вот могу, здесь могу, здесь могу, здесь могу, здесь могу накидочку дать, плотненькую, отлично, нет, не отлично, я думал, что я вернул, я думал, что я вернул, аптечка дополнительная, дабл подсейвик, аптечка от оппонента сразу, Но он какую-то такую прям супер, знаете, цикливую прожал аптечку. Прям сразу сриспачил, ужал. Ну и, понятное дело, за это мы его здесь уже наказываем немножечко, да. Немножечко решаем эту ситуацию. Здесь можно тоже аптечку под тиммейта прожать. В принципе, этот дрон позволяет нажимать эти аптеки под тиммейтов. Если даже вам в моменте аптека не нужна. Вот поэтому надо побольше посводиться, чтобы он резист от меня взял. А потом мы просто переоденемся по безрезу. И будем тоже наваливать очень вкусненький плотненький урон. Так, наш тиммейт пытается ворвать. Вот если бы мы еще повели по счету, было бы вообще великолепно. Было бы просто супер в этом плане. Так, ну теперь я уже буду сейвить сосулю чисто под оппонента. Который должен будет ее прожималову делать по овердрайву. А я уже буду пытаться вжарить оуди в него. Так, ну мне вот надо только, чтобы вот этот еще боец резист взял. Чтобы три бойца у них было с резами. И тогда я под них оделся. Было бы очень неплохо. Единственное, только я не знаю, что здесь лучше взять. Против таких оппонентов. Какую здесь пушку лучше взять? О, прожатие. Отличная сосулендерочка срабатывает. Паладинчика урабатываем. Так, ну и сейчас как будто бы он должен уже переодевать рез. Как будто бы должен переодевать резист. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это главный по прыжкам, как говорится. В принципе, ничего удивительного. В этом моменте. Так, 14 киллов. 6 минут до конца боя. Не сказать, что я здесь, конечно, зарабатываю какие-то великолепные количество очков. Да, но больше, учитывая тот факт, что у нас такая близкая плотная карта еще и против трех киберов. То, в принципе, в принципе, результат-то неплохой. Результат вполне неплохой, учитывая, что и оппонент здесь, как говорится, не промах. И, в принципе, мое вооружение под реализацию работает именно в таком ключе, что я играю больше под сейв. Да? Я играю больше под сейв и больше саппортинг своим тиммейтам. Так, попытка от воза. Аптечка. Не успел я дать. Не успел я дать как-то аптечку. Хотя я щелкал довольно-таки жестко по ней. Но она не сработала. Так, твинса одевает у нас еще один оппонент. А, что? У нас флак увезли? Ой, что-то как-то я этот момент провтыкал. Что-то я провтыкал этот моментик. Блин, обидно. Обидно, обидно. Что-то я как-то смотрел. Вроде как у нас все в порядке было. И тут бам. И у нас уже увоз от оппонентов. Ясно, понял. Понял, принял, как говорится. Но я-то думал, что у нас все четко. Я-то думал, что у нас все красиво. А мы уже полетели по счету, да? Все-таки. Не доработали немножко, ребята. Немножечко не доработали. Глубочайшему моему сожалению. Доработать не получилось. Ну ладно. Ничего страшного. Главное, как говорится, не расстраиваться. Четыре минуты до конца. 1-0 мы проигрываем. Здесь еще один овердрайв от шафта вражеского прожимается. Так. Ну и попыточка накидочки какой-то. Наш тиммейт, кстати, пытается увозить. Наш тиммейт увозит. Наш тиммейт увозит. Наш тиммейт увозит. Страховочку бы тиммейту. Страховочку. Здесь паладин... О, минус падает. Я понял. Я все понял. Так. Страховка есть? Страховки нет. Аптечку я дожать не успею. Ну и, к сожалению, это возвратик от оппонента. К сожалению, это возврат. Но попытка была, кстати, если честно, неплохая. Очень неплохая тиммейта. Можно было здесь попробовать реализацию дати. Что касаемо механика, если честно, к нему надо просто в моменте привыкнуть. Да. Нужно привыкнуть к правильной и грамотной реализации. Потому что все, что вам нужно сделать, по сути, это стараться прожимать больше аптек под сейвом. Под сейвом тиммейтов. Не только на себя, но и на сейв тиммейтов. И нужно стараться играть где-то в средней зоне. Да. То есть, чтобы вы получали как бы и урона неплохое количество. Но при этом вы еще и могли реализовать аптечку и под себя, и под тиммейтов. Да. То есть, чтобы у вас была двойная прибыль, двойная работа. То есть, вы и себе хп хорошее даете, и сверху еще и добавляете очень неплохую хпшку по своим тиммейтикам. Да. То есть, чтобы у вас была именно двойная плюсовая работа. Но не всегда так получается. Не всегда это работает превосходно. И, соответственно, ну и тем более вот на таких картах, да, где у тебя 6 на 6. Все-таки здесь ситуация уже обстоит немножечко другим образом. И все складывается не так прям круто. Круто. Но спасатель плюс механик, тройная аптечка, да, получается у меня. Тройная аптека, это, конечно, очень прикольная тема, да. То есть, ты сначала прожимаешь свою аптеку. Потом у тебя аптечка срабатывает от, получается, спасателя. И потом ты успеваешь доработать еще одну аптеку, да. Итого у тебя, получается, 3 вкусных аптечки. И это, конечно, выглядит очень и очень неплохо. Так, я до сих пор жду, пока этот паладин прожмет свой овердрайв. Он что-то как-то жать не хочет. И все, кстати, противники тоже на спасателях играют. Ну, спасатель сейчас суперактуальный дрон на корпус. И, в принципе, в этом нет, наверное, ничего удивительного. Да, он все-таки работает очень и очень круто и эффективно. Так, я жду вжатия. Я жду вжатия от оппонента. По итогу, третий оппонент. О, он меняет резист за минуту до конца. Ну, ладно, я уже не буду переодеваться. Он хочет, наверное, реализовать одну оверку. Хорошо. Хочет реализацию оудишки показать. Так, а я попытаюсь его законтролить. Попытаюсь контролинг гадать. Не понял, что мне слетело. Начал сводиться по типу. У меня сводка просто слетела каким-то образом непонятным. Так, ну и что? Паладин здесь, Викинг там, да? Не надо вжаться. Минутка до конца. Противники пытаются играть на подсейвик, чтобы потом зайти и вжариться. Но пока что прожатия нет. Сейчас, наверное, будет уже прожиматься. После того, как я полечу на респаун. Будет делать жемалову. Кстати, падает оверка дроповая. От дроповой оверки тоже оппонент может сыграть. Да, играет. Я делаю вжатие. Отличное вжатие. Но там спасатель сейвит. Я понял. Там сейвит спасатель дополнительно. Ну и, как говорится, против спасателя, к сожалению, ничего ты здесь сделать уже не можешь. 27 секунд до конца. Ну и оппонент все-таки ставит еще, я так понимаю, один флажочек. В целом 25 килов. 25 килов даже в такой катке против фулл пачки. Против фулл пачечки. Против, ну, наверное, даже четырех сильных. При том, что у нас тиммейты, ну, просто рандом. Да, то есть это просто рандом без никаких пачек. В целом, хоть и даже моя команда неплохо двигалась. Но результат бы против средних тимы был бы значительно больше. Да, значительно больше. Но даже при таких раскладах, при таких сложных боях, механик показывает, что он конкурентно способный дрон. И то, что в нем реально есть сила, да. Есть возможность прожатия трех аптек. Есть возможность дополнительного подсейва и тиммейтов, и самого себя. И еще за этот подсейв у тебя есть возможность получать дополнительные очки, да. То есть в целом это выглядит реально круто. Реально достойно. И я думаю, что в целом этот дрон можно раскручивать значительно лучше на дистанции, да. Поэтому он будет пользоваться спросом, он будет актуален. И если у вас до сих пор его нету, то советую вам к нему присмотреться, да. Это выглядит очень достойно. И в принципе с того времени, как я его тестировал в последний раз, особо сильно ничего не поменялось, да. Единственное только то, что я про него забыл. Да, я забыл, я его не использовал. Но он по актуальности в принципе выглядит очень и очень достойно, да. Поэтому берите себя на заметку. Пробуйте играть на механике, реализуйте этот дрон. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok